Это мягкое, ограждение, тренажёры. Ну вот эти тренажёры, они же хорошие. Хороши и детские площадки, отметил глава Бурятии. Получая господдержку уже второй год, организация готова производить. Вот только со сбытом пока не гладко. И это при том, что за год в городе сдаётся около сотни игровых комплексов для маленьких жителей. Отныне, по поручению главы в адрес Минпрома, продукция этой компании должна иметь все шансы оказаться во дворах нашего города и районов Бурятии. Так же собираются молоком. И это поджимает потом, да? Ну с первым молоком пробивается. А, и вот там уже заворчёт. Ещё один производитель при помощи государства обновил оборудование. Теперь раскройка металла и изготовление воздуховодов осуществляется автоматически со скоростью аж в 45 квадратных метров в час, что в десятки превышает ручной труд. Госфинансирование составило чуть меньше половины стоимости приобретённых австрийских и немецких машин. Количество работников по монтажу растёт, растёт и рынок сбыта в лице соседней Читы. Радует то, что у нас в Бурятии, может быть, есть определённая уникальность наших бизнесменов. Они очень рачительно относятся к рублю. По имеющейся статистике, из 100 предприятий, получивших поддержку, 50% должно отсеяться через год работы. Ну, это статистика мировая. Но у нас эта статистика не работает. У нас сегодня нет предприятий, которые обанкротились после того, как получили форму поддержки. А вот ещё один материал, который сегодня актуален – пенопласт. Пожеланием Вячеслава Владимировича стал переход на изготовление сэндвич-панелей. Так строить, чтобы как лего собирался. То есть вы здесь, по сути говоря, всё уже делаете, делаете всю фурнитуру, подставляете в комплекте, чтобы там фундамент на месте сделали только. И всё, и собрали его. Можете? Можем. Когда? В середине 15-го года, допустим. Всё, ловим. Ну, у них бизнес-план есть. Елена Краснопеева, Виктор Еланцев. Новости дня.